Андрей, давай сегодня без этой хуйни. Без какой? Ну, ты знаешь. Андрей, ты повелся на комментаторов, что ли? Ну, в смысле, Андрей, ну, людям виднее. Ну, да, этим знаменитым шоураннером. Гость хороший. Не хочется, чтобы был проёбый из-за... Ладно, я постараюсь. Где-то я сейчас должен, но уже появится. Привет, Абуздонкор. Здорово. ШКБД. Здорово. Здорово, парни. Здорово. Что, как дела, Гарик? Слушай, нормально, я уже смотрел ваше шоу, и у меня есть пару предложений к вам. Давай одно. У меня их четыре. Смотрите, во-первых, гостя нужно посадить на переднее сидение. Ракурс камеры с профиля ничего не даёт для динамики монтажа. У многих людей с этого ракурса вскрываются изъяны. Во-вторых, так как не дали часто драйвер разговора, то контакт с гостем на период сидения будет рождать больше эмоциональных моментов. Ну, это я от себя сейчас так. В-третьих, посмотрите, автоблоги, три камеры спереди дадут нормальный материал для монтажа. Оператор с руки может снимать как дорогу во всех направлениях и вставлять это в монтаж. Так и моменты, когда происходит диалог гостей и не дали. Это, опять же, если посадить гостя вперёд. И в-четвёртых, не видна реакция героя на вопрос или коммент от ведущего, что усложняет монтаж. Я думаю, ты и сам это понимаешь. И не дали красавчик, гиена слева, без оскорблений, просто как образ, не в кассу. Смех очень неестественный, знаешь, наигранные вставки, представляет всё типа как стендап-монолог. А нет такого, нет, вообще испанский стыд. Если вдруг кто-то не знает, это Гарри Каганцян. Это я. Да. Бля, Андрей, я тебе говорил за эту хуйню. Не надо хлопать. Может, посмеёшься ещё? Ну. Как там у вас принято гиен? Да у нас не принято так. И 40 минут мы едем. Просто всё-таки, блин, арт-хаус. Ты посмотрел вообще с Сашей? Да, посмотрел. Чуть не досмотрел, но там, по-моему, причины какие-то были. Ну, там не надо было. Там всё, понятно. А что тебе не понравилось, Гарри? Джокер, блядь, ему не понравился фильм, представляешь? Так, не, мне понравилось. Не, мне, кстати, вообще не выбивал твой смех. Я сам типа угораю уже на параразе постоянно. И тоже мне говорят, типа, он больше смеётся, чем шутит. И я такой, знаешь, как на это реагирую? Такой, ха-ха-ха. Не, ну, вот. Вот как я реагирую. Я мог бы отбить шуткой, конечно, какой-то. На самом деле, до хера где так делать, нет? Просто смеются. Типа Андрей... Я просто больше всего... Андрей не заграждатель мод. Меня просто больше всего удивляет, что люди думают, будто бы они открыли кому-то какой-то секрет. Вы реально, блядь, думаете, что за всю мою нахуй жизнь, с самого детства и по сей день, вы первые, кто это заметил? Там знаете, сколько версий было? Меня больше всего, что расстроило. Ребята, что вы накидали всего два варианта. Гиена, блядь, и Джокер. Давайте как-то покриативнее. Причем один по актуалу, если бы фильм не вышел, там месяц назад было бы только Гиена. Была бы только Гиена. А если бы не был Гиен вообще? В школе, блядь, люди больше криативных появлялись. Ты сейчас так говоришь, как будто, блядь, тебя сильно заделают. Сейчас такой, да, и вы только все это накинули. А в школе какие были покриативнее? Да там, блядь, от деда Лавуди до дельфина и сумасшедшей ведьмы. О, ну все, ловим сейчас в комнатах вариациями. От деда Лавуди, дельфина и сумасшедшей ведьмы. Да, сейчас люди прям записывают, спасибо. Давайте так, давайте устроим конкурс. Самое лучшее описание моего смеха. Мы обязательно прочитаем все комментарии под этим выпуском. Я лично выберу лучшее. И я тоже выберу. Да, Андрей как раз сейчас выйдет из машины и пойдет выбирать лучшее. Вот сейчас вот это здесь. И мы этому человеку презентуем от подката какой-нибудь приз. Возможно. Сиди диск с твоим смехом. Там как ты смеешься разные песни, знаешь, мотивы там. Типа... Алла Пугачева, а на кино вот так вот, да? Насчет песен, как ты, смотри, прям подводку сделал, сам прям. Это хорошо. Ты часто поешь на стендапе? Постоянно. Постоянно. Вчера гонг-шоу вел, и мы пели. По середине финала этого пели. А это афганский синдром после КВН или что это? Почему это? Да нет, я просто, как надоело в какой-нибудь момент просто вести. Я начал всякие штуки делать, типа волну пускать, петь, прыгать в зал. В зал проводить людей. Ты прыгал в зал? Ну, да, я где-то прыгал, но есть, как Селегей круто прыгает, хоп, хэйзи, видели? Ну, бля, Селегей такой маленький, он, мне кажется, вообще может везде прыгать. Я прыгал. Его вообще всегда могут подхватить, он может прыгнуть чисто на одного человека. Да, интересно, в очередной раз пробил Гаррика. Ему толпы не надо. У нас был номер в КВН, где я прыгал в зал, но в этот момент свет, там, ну, типа музыка была, светомузыка, и в этот момент прям темно было, и я в этот момент прыгнул, и никто ничего не понял, мне так обидно было, что я рисковал жизнью в темноту. Там уже обычно цены много до первого ряда. Да, в этом и прикол. Ты как вообще там, насколько... Ну, меня типа ловили, но так это тоже было очень рисковало. А ты прыгнул с каких слов? Так, стоп, и чисто пошел. Не, не, я типа, мы изображали все это Second to Mars группу. Я типа солист был. Мы просто включили фонограмму. Как группа называется? 30 Second to Mars. Как группа называется? 30 Second to Mars. А, в обратную? Срам. Месс-кост. 0,3. Не, я, короче, прыгал в... Ну, мы просто включили фонограмму и пели под фонограмму. Ничего не придумали. А что ты пел вчера? Я пел «Увиду ночью в поле с конем». Пел... Не смотри, не смотри ты по сторонам. Ну, эти две песни я всегда слышал, что ты пеешь. А какие-то ты там берешь? И пел «Я свободен» вчера еще. Новинка. Да. Причем поддержали. И «Касту ревности» я читал. Как? Четыре песни. Ты... Может, «Касту ревности» или что-то? Давай. Сейчас, прямо в начале выпуска. Попозже? А может, Арлекину, чтобы как раз Андрей смеялся в моменте, где Пугачева смеяться. Давай, Арлекин. Андрей, ты будешь готов? А? Андрей, что за неуважение к Костю? Почему ты меня не слушаешь абсолютно? Ты обижаешься с ней? Андрей, тут комментарии будут типа, а что второй молчит вообще там, этот сзади? Сидит там. Не-не. Махрен вы его взяли. А что дядя Луди молчит? Вот такие будут комментарии. А что, дельфинари закрылись сегодня? Почему билеты не продаются? Какая третья еще была? Ведьма? И дельфин. Спасибо. Да блин, я пытаюсь вспомнить, кто еще об мерзко смеялся. Зеленый гоблин из Спайдермена. Из Простоквашина. Так у нас просто в России не любят, когда смеются. У нас в России, не дали. Не любят, когда смеются. В России не та уже. Нет, ну правда, типа мы растем в этой депрессивной балабановской атмосфере. И когда человек счастлив, это прежде всего зависть вызывает. Какого черта он смеется? Ну да-да. Это же разгон был, что когда я хожу, улыбаюсь по улицам, у меня косится, как будто я психопат. Нет, у меня был разгон, и ты можешь это заметить. На улице я всегда смеюсь с того, что люди, когда в компанию идут, они такие, а потом такие, ладно, давай увидимся. И только делают шаг от своих друзей, все, просто человек меняется. Только что они смеялись, два шага, все. Причем я задумался, я последние несколько недель встаю очень рано и вхожу с утра, в 6 утра. Спасибо за инфу. Да, я чисто такую закидываю. Не до конца с Сашей рассказал, не дали свой распорядок. Да, точно. Да, очень информативно. И мне кажется, людям для антуража с утра было бы круто выходить в доспехах, потому что лица именно такие. Как будто чисто, да-да-да, ну типа, там что-то у городских ворот, блядь, пойдем, король собрал нас, там что-то. Ну такая тоже проблема, когда ты идешь на нелюбимую работу из семьи, где у тебя проблемы денежные, туда, где твои коллеги. Я сейчас чисто такой вна, блядь. Где завистливые коллеги. И мы под водой продолжаем. Вода, я такой, там где твои завистливые коллеги. А тут, ладно, рюкзак с рукой. Блядь. Ну, простите. А вы видели, как Невзоров его, типа, хуесосил? Нет, он его хуесосил за то, что, типа, в мойку выкинуть это не по-петербургски. Надо было в ободный канал. Вот ободный канал. Невзоров скидывает свою ручлененку сюда. Он действительно такой, ты дурак, что ли? В ободный канал надо было скидываться. Невзоров, конечно, странный тип. Да, он раньше по коням двигался. Я видел в метро, у нас очень много было афиш, что он, типа, рассказывал, как заложить ухаживать в стране, где лошадь, наверное, у троих человек. Я не знаю, это, ну, Султан, да, вот этот, который в другой стране живет. Невзоров столько зашкваров было по жизни, а сейчас он главный философ России вдруг стал. Ну, они все вот эти вот философы, которые, типа, я так решил. Ну, вот эти Невзоров, Долгополов. Познеров в один чистый. Идеальный состав для подкаста. Нет, Невзоров, Долгополов. Нет, Трагим Познер и Долгополов в одной студии, чисто. А, Саша, вот полиамоль, да? Ну, да. Как-то я странно обоих изобразил. Я попытался, причем обоих, оба раза провалился, но до конца. И Невзоров такой... Мы, кстати, проехали на красный, ребят, только что. Напишите что-нибудь об этом. Да, Андрей, надо заткнуться, по-моему. Костя домой завезут? Нет, я хочу, чтобы Костя сходил за диском, потому что мы потом за диском не пойдем. Костя. Держи. Что это? Что такое? Не, не так сказать. Смотри, братан, нас тут трое. По полной. Мы забили по полной. И еще троих давайте. О, ебать, ну с хриптонит. Я не втроем. Это с хриптонит. Смотри, смотри, что три человека. С хриптонит. Расскажи пару о себе фактов, чтобы зрители вашего канала тебя полюбили. Ну вот ты, как человек, который меня не знает, что тебе интересно? А какая у тебя главная боль в детстве была? Первый вопрос я всегда задаю. Девушкам на свидание. Когда кто-то за рулем твоей тачки. У меня никого нет, поэтому... Самая главная боль, это, конечно, люди, которые... Ну, они любят веселиться. Любят смеяться. А это прям с детства идёт? Они не принимают меня за своего. Ты можешь еще тише говорить? Андрей, там авария, в которую нам не надо вписываться. А ты женат? Я женат, Гарик. А жена смеется у тебя? Не всегда. Не, а у тебя было, что ты смеешься, а жена такая хорошая? Такого не было никогда. Хорош, но не в плане, что круто. Не совсем понял, Гарик. Объясни, пожалуйста. А что непонятно? Ну, хорош два значения. Типа, хорош стоп, прекрати, и хорош... О, хорош. Это охуенно, потому что у меня диплом русского языка литературы, и ты мне объяснил. Снозначно. Прикольно, что ты упустил, это я тебе хач какой-то объясняю. А это... Я это имел в виду, блядь. А я имел в виду то, что ты имел в виду. Это пост-пост-модерн. Что ты имела, что ты имела в виду. Мне кажется, хорош во время секса непонятно. Типа, ты с девкой занимаешься сексом, и она такая хорош. Это вообще странно, если девушка вообще... Вообще, Крис, хорош, как братанушка. Хорош, хорош. Прикинь, да эти самые странные слова во время секса, подумай. Хорош. Бля, у нас наобушево недавно такое было. Ты можешь? Ой, у вас наобушево все было. В Симпсонах и наобушево все было. У вас наобушево все, кроме просмотров. Да, да, да. Андрей, ну еще что-нибудь произвело. А какой ты больше сказал, что люди не смеются, да? Ну ты им шутку пишешь, ты? Нихуя себе нет. А ты давно стендапом занимаешься, Андрей? Давно ли я занимаюсь стендапом? Давно ли ты занимаешься стендапом? Как из КВД пошел? Ну, где-то год. Ну, активно. Так, где ты играл? Я в Табакузнецах. Что, Андрей, значит год активно? Ты его до сих пор не знаешь, Гарик. Это вот очень активный год. Нет, он же в Питере. Я по стране. Активно это не значит, что активно развивается моя карьера. Я занимаюсь стендапом для себя. А ты, Гарик, для кого занимаешь стендап? Это я не понимаю. А ты же тоже в КВН играл, да? Да. Гарик создал КВН. Ты создал стендап? Да. Гарик создал КВН. Я создал закатровый смех. Стендап создал Никита Забил. Я вообще комедию в целом. Никита Забил создал. Никита Забил, а смесь комедий батл и КВН. Что сказал, вообще не понял. Я стендапом занимаюсь ради самовыражения, наверное, какого-то. О, Брынза. У вас есть дуэт Брынза. Нет. Что же вставки сделать? Они поругались из-за хат. Гарик, я пишу. Они поругались из-за хат. Им подарили хату, они поругались. Да? Они распались? Ну, хату разделили и все. Я не знаю. А ты же тогда выступал в этом, в палестинском национальном костюме, да, в том сезоне? По-моему, нет. Они в первом победили, когда мы были. Нет? А, нет, тогда дуэт, да, победил. Нет. Да, наверное, да, когда они победили. Дуэт, да, нет, да. Нет, да. Да, тогда я был в костюме. Но это из Египта костюм, кстати. А что поперечного не позовешь? Даня! 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 На удачу. Это к лайкам. Да, позвал. Кого еще позвать, скажи. Это к хайпу. В комментариях, кого вы хотите, чтобы мы позвали. Нет, ну на ЧКГ же позвали. И кого выгнали из машины. О, ну тут очевидно меня. Каждый выпуск мы одного гостя выгоняем из машины. Сажаем нового. Да, да. Вы это подтасовываете голосование, типа, кого заменить на в следующий раз, и всегда гвоздь вылетает. Очень хитрый план. Молодцы. Молодцы. Даня, вот для меня всегда... Почему я как будто у вас интервью... Давай, давай, давай. Потому что гость должен говорить больше. Для меня всегда Питер ассоциировался со скинхедами в детстве. Ну, то есть мы в 10 классе. Все правильно. Это 2008 год. Поехали классом в Питер. Я помню, я не поехал. Там в том числе, по-моему, из-за того, что... Ты боялся? Не боялся. В каком ты поехал? В 2008? Да. В 2008? Ну да. Уже не было скинхедов. Уже не было? Уже не было. Ладно. Скинхеды были самые... Ну, типа... А что они в 2008 собрались такие? Уже мы в другой раз. Мы не смогли поедем раскачивать... С 2005, с 2006 был большой наплыв наркотиков в Петербурге. И все скинхеды стали добрыми. В какой-то момент они исчезли. Серьезно за наркоты? В 2006, 2007, да. А вот был пик, прям, когда было жестко. Ну, это именно... Было жестче еще по-любому в конце 90-х, в начале... Так вот, я хотел спросить, то есть ты тут живешь, ты сталкивался с проявлением? О-о-о-о-о! Я тебя понял. А как ты сталкивался? Ты не похож на... Я ходил в рэперских нарядах. В рэперских нарядах. А, из-за этого? В национальных, да, рэперских нарядах. И поэтому из-за этого... Ну, у нас, чтобы ты понимал, у нас в школе, вот когда у нас была физкультура, в раздевалке, кеды были у меня, у Костяна, у моего кореша, а все остальное это были вот эти гады. Бердские? Нет, гады. Как они там называются? Ну, вот эти. Не бердцы. Которые, чё, как клоунские шест... Вот эти. Такие у всех были. И я очень... Мои друзья, очень много блыскинхедов, мы с ними вместе тусовались, но я был типа рэпером, они меня из-за этого как бы не трогали, и мы все уграли. Время было жесткое. Раньше нельзя было спокойно из двора во двор зайти. В метро там вот эти темы, это типа... Красную футболку можно было носить? Красную футболку тоже можно было пизды получить. Красную футболку точно. Кидали на все, типа... Ну, у нас были все случаи в метро, когда мы стояли, и какие-то челы забегали, я прям видел, они выстраивались вокруг нас, и типа собираясь нас ебашить, мы в последний момент выпрыгивали из вагона, чтобы нас не болезли. А у тебя, друзья, тоже рэперы были? Да. Мы были... О, хочешь, стремные истории? Вот сейчас я расскажу вообще. Первый был хип-хоп Полстарс в Петербурге, я не знаю, кто-то знает. Раньше были такие вечеринки, это было в 2005-м, по-моему. И он проходил в юбилейном, это надо было ехать на спортивную, мы вышли на Чикаловское с ребятами. У нас было 6 парней и 3 девчонки. И мы взяли что-то пивас и шли от одной станции там к этому месту. Я тогда учился в каком? В 9-м классе или в 10-м, не помню. И я тогда город еще не так пизда-то знал. И мы шли, настроение хорошее, все, кайф. И нам надо было там повернуть за угол, и перед этим поворотом была здоровая лужа, и все через нее перепрыгивали, и типа сворачивали. И я был самый последний. И я прыгаю, только перепрыгиваю через лужу, и все бегут назад, типа, бля, скины, скины, скины. Мы начинаем бежать, а я даже никого не успел заметить, я думаю, что мы бежим? И мы бежим по маленькой такой небольшой узкой улице, мы бежим, я думаю, что, бля, за хуйня, от кого мы бежим? А сколько тебе лет? Мне, ну, 2004-й, сколько, 15? 15, что-то там, 16, что-то такое 15, наверное. И мы бежим, я начинаю поворачиваться назад, и я просто слышу, как вот из-за угла, знаешь, как, бля, спартанцы бегут, и просто вся улица, бля, человек 50, с флагами, блядь, с дубинами. Я начинаю угорать, потому что мне страшно, и мы бежим просто по прямой, я не знаю, куда бежать, мы все бежим на 6 парней, их там 50, блядь, человек. А где 3 девочки? Все, девочки в какой-то момент просто куда-то, ну, свернули. Ну, да, да, да. Ну, я их даже не знал, этих девочек, может, одну знал. Они просто где-то в сторонку ушли, а мы бежали, блядь, по прямой, и не знаю, мы просто бежим. Почему вы так же не сделали? Так как бы нас бы, блядь, отходили, мы бы инвалидами остались, 100 путов. И мы в какой-то момент, кто-то из парней, нас, по-моему, трое, трое куда-то побежали, кто-то дернул в дверь, типа, в парадную, мы забегаем вовнутрь, и просто по-тупому бежим наверх, и, знаешь, молимся, чтобы они, типа, блядь, не зашли, а они просто идут, орут там, типа, и их дохуя. Они проходят, и кто-то, ну, не уходят далеко, они так чисто по улице, их пиздец дохуя. И звонит кто-то из парадной, вызывает полицию, мы, кто-то там из парней начал звонить, типа, мы тут это, нас прессуют. И с тех пор я ненавижу вообще полицейских, извините, ребят, но я, у меня есть поводы. Заходят на ряд полицейских в парадную, нас к стене ставят, мы такие, типа, это мы вызывали, там фашисты на улице, нас, типа, и забьют. И один из них такой, а что вы сюда приперлись? Это ваши проблемы, пиздуйте на улицу. И просто нас на парадную выводят, садятся в свою, блядь, в бобе свой, и они просто вот так нас выталкивают из парадной, и идите нахуй отсюда. Что? Мы просто, я тебе говорю, мы выходим на улицу, а они чисто вдалеке, мы видим, что они опять в стае вот так собираются. И, короче, какой-то таксист просто левый, который стоял, он просто, видимо, просек эту хуйню, он просто нам посигналил, мы забежали в тачку, рассказали, что происходит, и он с нас даже бабки не взял. Вау. Он такой, типа, бля, парни, вам и так досталось, давайте. А, я помню, я уже такой был, уже в универе учился, и где-то в Москве узбек, что ли, убил чувака, и по всему, типа, по всем городам искали узбеков, чтобы убить. Я стоял в подворотне, и прям толпа проходит мимо меня, чуваков, причем, ну, обычных, типа, я бы не сказал, что прям как скины. И вот какая-то мяч, я смотрю им след, и один поворачивается на меня, и такой другим тычет, и они такие, что-то завещаются. Обсуждают. Я понимаю, что обсуждают меня, но стою на месте, я там что-то друга ждал, и я там, и возвращаются, и прям встают вот кругом вокруг меня. Я такой, всем привет, знаешь, первый стендап. Я говорю, да, они говорят, ты кто? Они говорят, по нации кто? Я говорю, армянин. Они говорят, докажи. Я такой, как доказать? Ну, типа, что я должен сделать? Скажи что-нибудь на армянском. А, я плохо знаю армянское. Прикинь, так бы не доказал. Ну, идеально знаю. И они, причем, начинают говорить с тобой на армянском. Докажи, и такие. Ну, как, я знаю там фразы базовые. Каскинхеды полиглоты, которые что-то могут на азербайджанском. Да, что в словаре, они такие. Да, 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 да. Я говорю, я вам паспорт не буду показывать. Ну, прям, знаешь, из принципа. Я подумал, ладно, получу. Ну, что это такое? Я что, должность нацию доказывать? Для меня это прям вообще, знаешь, чтобы прям... Не, ну, слушай, они вообще в этнографии не разбираются. Перепутать армянина с Узбеком. Ну, так я не понимал еще, в чем дело, в чем прикол. Я не думал, что по этому поводу. Мне говорят, ты кто по нации? Я говорю, типа, армянин. И они... Что-то, как докажут? Я говорю, я вообще не собираюсь вам доказывать, чуваки. И они что-то стоят, опять совещаются. Я такой стоял просто вокруг совещания какого-то. И они говорят, ну, ты же знаешь, что произошло? И я такой, а-а-а-а. И прям все эти... У меня связываются нинки. Я говорю, ну да. И они говорят, вот, повезло, что ты, типа, не узбек. Ебать, они добрые. У нас в Петербурге вообще не сделали. Я такой, что? Какая разница? Я говорю, а если бы я узбеком был. У нас такой диалог получился, знаешь, концептуальный. А если бы я узбеком был? Они говорят, ну, получил бы. Я говорю, за что? И они ушли, ну, такие-то, ну, ладно. И ушли обсуждать ответ. Сейчас мы посвящаемся. Не разобрались. А я реально мог получить очень легко. У них очень короткие скрипты для разговора. Ну, непонятно, за что бы я стоял. Это такие скинхэ. Так бы получил у нас, вот так бы. Мы же тебе в жмучку устроили. А что? Ну, не знаю. Ну, что мне сказать, я маленький, пухлый тип, стою. Я, кстати, по-моему, бритый был тогда, ну, в плане бороды. И тогда, может... А ты проверил, сколько миллиметров фолсит. Мог напоминать, да. Не будем бить его. Они типа как фашисты, которые измеряют лицо. Я помню, я тогда шел... Фашисты инженеры. Да. Ну, я помню, я тогда шел и думал, а если бы там армянин что-то убил бы где-то, я разве должен ответственность на снести? А если бы какой-нибудь армянин бы их на фрукты обвесил? Они такие, слышь, ты армянин, бля? Сейчас от тебя расизм не дать. Да, я знаю, да. Короче... И тогда я прям столкнулся с таким проявлением, что я до этого вообще не сталкивался. А тут я такой, как это странно, что по национальному признаку... А сколько лет тебе было в первый раз? Я говорю, студенчество, типа... Ну, я поздно довольно. У меня лет 19 было. И сколько ты уже жил в России? Я всегда жил в России. А, в каком возрасте тебя перевезли? Ну, я в Четине родился, и в год меня в Саратов перевезли. А, в год? Да. У всех биты были. Бля, я помню, был же даже какой-то мем смешной, что за год в России продали 100-200 тысяч бит, но ни одного бейсбольного мяча. Биты были у всех, и всех уярились битами. Это тоже стрёмно было, на самом деле. Вау. Я даже помню, как я собирался как-то гулять, а мы шли пиздиться с какими-то челами. Я прям беру биту, и мама такая, ты куда я такой гулять? И она заподозрила что-то, она начала меня названить на трубку. У нас открыли бейсбольную лигу. Чтобы родители встретились на каком-то общем родительском собрании. Такие, а где эта бейсбольная лига, которая... На самом деле, стрёмное время, и слава богу, она закончилась. И чисто в те времена родители приходили не на бейсбольные матчи, а на драки. На драки. И очень расстроились, когда бейсбол пошел первый. Такие лет неинтересно, тут крови нет. Такие студенты и африканцы, потому что их тоже пиздили. И мой друг рэпер шел, с которым я учился в универе, он шел в одежде полностью чисто как рэпер. И к нему подбежали азиаты, там негры были, кто-то. И они такие типа, ты скингхэт? Типа. А он в шутку чисто как угар такой, да скингхэт. Видно по мне, что не скингхэт. И только он сказал да скингхэт, и его жестко отхуярили. Да, азиаты и темнокожие ребята. Просто его в жизни за то, что он в шутку сказал типа, я скингхэт. Блин, прикол не к месту вообще. Да. Опасно было. Да. Ну это нормально. Давай какую-нибудь песню. Да, сейчас уже непонятно. But if you be my brother, it don't matter, if you're black or white. Мне же такая в эту тему. Я не знаю, как после этого до песни переходить. Ну типа, небославян что-нибудь такое. Небославян, да. Надо мною тишина. Откуда, Гарик? Откуда любовь к песне? Да неоткуда. Я всегда слушал. Ты же главный архивариус и мастер текстов старых песен и сюжетов старых сериалов. Ты же разгонишься. Ты же на почтлане ведешь эту вечеринку, где все поют. Караваки, да. Очень слюсная вечеринка, я считаю. Там у нас в последний раз Белый с Викой Складчиковой открывали песни типа, Но я смотрю в твои глаза. Так что Белый так выкладывался. У меня есть видео, я со сцены прям снимал, где он прям выдыхается и уходит. Я в твиттер заливал. А потом вышел Каргинов и Усович и пели Крида и Тимати. Вот это не все равно. А Ваня, он же такой очень флегматичный. Он все время там в себе, в телефоне сидит. И тут нам говорят, Тимур говорил, я спою Тимати. И он подходит и говорит, я буду петь Тимати вместе с Усовичем. И я такой, что? Усович на сцену выйдет петь. И уходит Ваня и такой, я помню, как ты. И так же стоит что-то в себе, знаешь, в стойкости. А вы записывали это, нет? Да, да, у меня есть видос. Нет, я все тратил. Я остался жить на дне. И придем до... Я так смеялся, разу Усович. Это не все равно, что ты будешь делать дальше. Среди денег, врать. Это очень круто. Усович выглядит так, как будто он всегда сдает кровь. Я Тимур рэп читал за Тимати. Хочется кемотоген подарить. А, любовь я не знаю, я смотрел просто... Я такой довольно домашний ребенок был. Пока они Даля пили в Питере, я вот на этом доме сидел, смотрел всякие проекты и... И новости про то, как кого-то бьют в Питере. Да, да, да. И не знаю, может, а тут... Я все... Знаешь, это когда дети делятся на те, которые опыт постигают практическим путем. Ну и шкурят, трахаются в 13 лет. А я в этом доме, я там, смотрел Фудбич, запоминался. А умные просто информацию воспринимают? Ну да, ну я и не умный получился. То есть такая... А гиену лучше взлухался. Ты можешь рассказать, что гиену делали в этот дом? Да, ты смех репетировал. А вы в Салане чисто боролись против львов. Вы там доказывали прайду, прайду свою власть. Смех репетировали потихонечку. Да, ну потом вот сюда, кстати, здесь моя парковка. А ты на кого учился, Андрей? Мы гоняли... Симбу. Симбу. Это. На кого учился? На учителя русского языка и литературы. А, да, ты же говорил, что филологический такой. И ты преподавал? Нет. Нет? Ну, на практике только. Ну, мне было кайфово, на самом деле, на практике. А вот смотри, ситуация. Ты знакомишься с девушкой? Типа, у тебя нет жены, представил. И она тебе пишет, ой, все круто, все хорошо. Но она тебе пишет, ой, мне так нравится с тобой общаться. С мягким знаком. Так. Нравится. Ты, ну, перестаешь с ней общаться? Нет. Ну ладно. Ну ты вышел с тебя, так, с женой познакомился. Или ты такой, что сделает? Нет, мне вообще не нравится. Что делает? Какой вопрос? Мне нравится. Мне что делает? У меня дисграфия жесткая, я вообще, ну прям, я какое-то время такой прям, блин, так неудобно, я понимаю, что я не умею писать по-русски, и я такой, да, ну. На самом деле, если мы все будем говорить по нормам русского языка, то это будет очень неудобно, непривычно и смешно. Нет, стой, подожди, ну говорить-то это одно писание. Арпоэпические нормы, например, некоторые, ну очень неудобно произносить, типа, там, подростковый. Не подростковый, да? Да. По ударениям? Да, да. Ну, йогурт, типа, ежи, что? Булгур, есть булгур. Это, недавно... Вишневый йогурт, правильно говорить, вишневый. Вишневый? Вишневый. Вишневый йогурт. А вишневый почему стал? Потому что удобнее говорить, был вишневый. Так он в итоге и станет же вишневый. Скоро, нет? Ну, я пел вишневый блейзер, получается, всю жизнь. Да. А виноградный день? И не знал об этом. Как виноградный день, так же? Виноградный дне. Это же чисто же украинский. Виноград, не знаю. А, я недавно понял то, что я зря русский так учил в школе, потому что сейчас с кем бы я не коммуницировал, вот это как раз к вопросу о том, что сейчас нет скингетов и все, слава богу, хорошо, но с кем бы я сейчас не коммуницировал, то есть я стригусь у азиатов, меня довозят на машине азиаты, я покупаю шаву у азиатов. То есть мне нужно, наоборот, упрощать свой русский язык. Я думал, зачем я эти вводные, конечно, запятыми знаю, когда мне... Сырный. 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 Ты покажешь, ты еще должен объяснить, почему сырный. Ну вот, и я думаю то, что русский язык у меня мог быть на суперупрощенном уровне, и все. И я бы абсолютно справлялся сейчас в Москве совсем. Но ты бы не смог заниматься стендапом. Ну, приятно, знаешь, но у меня, например, когда девушки пишут, ну, переписываются, и они там грамотно пишут, знаешь, с вводными словами, еще с чем-то, я такой, вау, нифига себе. Как будто плюс 10 карме сразу. Я поэтому тебя спросил, мне кажется, тебя как филолога должно это еще больше выводить из равновесия. Такие штуки элементарные. Да блин, меня не выводят из равновесия, но просто ты понимаешь, что человек безграмотный и все. Ну, на таком уровне, что типа, блядь. Ты говоришь, как будто, о, он безграмотный, начинаешь себя трогать, какой-нибудь глупый. Ой, это стадион ваш? Это, ну, тут и спортивный комплекс, и выставки проходят, как такое. Ну, спортивный. Ни Зенит-арена. Это из Зенит-арена. Это с советских времен еще. Он же на Васильевском, да? Да. На Крестовском. На Крестовском, простите. Ну, вот. Она ехала, блин, вот ее. Андрей хорошо держится, вообще не смеется. Ну, что смешной вытаскивает. Хочет, да. Блин, нормально вы. Вот, слушай, вот сейчас ты опять пошутил, посмеялся, да, Андрюшенко? Ну, а что, нельзя так? Кто сказал, что смеяться на себе? Напишите, можно шутить и смеяться? Не пишите, можно, блядь. Так, мне кажется, вообще главное, чтобы интересно было. Мне, например, интересно послушать про детство, где скинхеды гонялись за рэперами, именно из-за уст человека, за которым гонялось 50 человек. Блин, я вот так слушаю Недаля, да, и иногда возникают эмоции, как у тебя, типа, я не хочу, блядь, в детство Недаля, а иногда, блядь, у меня такое скучное детство по сравнению с этим было. Я, блядь, жил в полях, у нас был закрытый дом, типа, и там стояло на улице три дома, и я тусовался всегда один в одного, поэтому я шутил с своими воображениями друзьями и очень громко смеялся. Все понятно, все понятно. А поэтому ты сейчас немножко скован, будешь стереть человека на квадратный метр. Нет, слушай, я придел до возраста. Ну, в натуре, когда люди тусовались, все... Ты можешь не зевать, блядь, в этих подказах? Да я держусь, еле-еле, потому что Андрей, закидывать такие темы я не могу. Тему про кино? Во дворах. Тусовались с какими-то, блядь, чуваками, там, курили гашир, блядь, и пиздились с кем-то. Я просто пиздил палкой высокую траву, блядь. Ну, это тоже делать просто в детстве. Блин, очень грустно. Одно грустнее другого. Ты говоришь, я не хочу в детстве не дали, еще грустнее рассказываешь. Лучше вот это одинокое. Когда ты первый раз поговорил с человеком? Ты думаешь, как он здесь оказался? Я его подобрал на обочине. Чисто, пока он бил палкой. Он изъяснялся, как ты с этими людьми в шаурмечной. Дети малки видел эти передачи. Вот он, мы так же его подобрали. Нидаль, ты когда-нибудь занимался сексом в туалете чебуречной? Да. Все. Нидаль, что бы ты выбрал? Так. Чтобы тебе до конца жизни приходили все фотки, которые тебе кидают, там, друзья, знакомые, они полностью голые. Ну, ты видишь так, что они голые все время. Так. То есть, там, какая-нибудь групповая фотка, знаешь, там, друзья присылают, ты всех голых видишь. Так. Либо у тебя всегда соски очень сильно торчат. Ну, конечно, блядь. Да корешей, конечно, я бы выбрал голыми, наверное. Ну, серьезно, я тебя постоянно буду тогда кидать. Тебе приятно будет? Нет, ну что, подожди, а тебе будет приятно, если я буду всегда сейчас-то очень рад всех видеть. И еще молоко будет течься. Ну, не все равно будет. Ну, блядь, ведешь мероприятие, у тебя чисто, блядь. Нет, ну, блин, я бы просто буду удалять все время эти фотографии. Сразу, как я вижу, такой, а, они парни удаляют. Бля, афиши, мне скидывают афиши, все голые на них. Это у нас концерт. Абуршов, все голые. Все время знаешь, какой у кого. Да, все голые. Андрюх, смотри, а что бы ты выбрал? А, у тебя нету ног вообще. Ну, просто нет ног, ты на колесиках передвигаешься. С рождения? Нет, вот сейчас. А, сейчас? Послезавтра. Послезавтра. Да, но все нормально. Ты еще крутой стендапер, при этом вообще мировой. Ты очень круто. Это не послезавтра, это же попозже. Нет, нет, вот прям сразу у нее супер материал, он прям мировой озеро, на колесиках типа катается. Но это очень неудобно, сам понимаешь, на колесиках без ног вообще. Либо, каждый раз, когда ты целуешься с девушкой, с женой, ты смеешься ей в рот. Ты все время смеешься, ты не можешь нормально целоваться. А как первое отрицает второе? Ну, ты должен выбрать что-то. А то есть я тогда доказываюсь от смеха? Нет, ну, либо ты без ног, либо ты не можешь нормально целоваться. А когда ты занимаешься сексом, ты все время смеешься. Дико, как Джокер. Как ты обычно смеешься вот так? Не, ну, второе, конечно, я выберу. Ну, это странно, да? Ты, блин, спрашиваешь, я так живу, блядь, Карик. Я хотел это узнать. Ты хочешь без ног, поэтому я первое жестче сделал, чтобы ты... Понял, что у тебя все не так плохо. Ты мог еще быть без ног. Не, Даля, смотри, у тебя два хуя. Так. Или четыре. Блядь, это что за рубрика наша? Или четыре уха. Два хуя вот здесь располагаются. Одно вот здесь третье, а четвертое на плече. А два хуя где-нибудь? Ну, вы рядом, блядь, вообще не слиплюсь. Блядь, два хуя. Конечно, четыре уха. Ты что будешь ебать? А как ты ебаться будешь? Ты слышишь вообще, что он говорит? Одно ухо вот здесь. Как я, блядь, вообще буду диалог вести с людьми вообще? Да плохо все привыкнут. Да. Операцию можно сделать. Пошел на стрижку, и тебе всегда задевает ухо. Важно не трогать его. Что, сложно запомнить? Да, но это не очень красиво. А когда в туши стоишь, тебе все время заливает вода в ухо. Ты такой ебаный, блядь. Даже не надо. Блядь, а так у тебя два хуя, ты слышишь и не знаешь, что ты что хуя, блядь. Один передернул, второй чуть попозже. Нет, ты можешь не так близко, что ты оба можешь одновременно. Нет, я хочу по очереди, чтобы пока один респонится, ты второй, блядь, дергаешь. Это получается дабл пенитрэшн. О, нету свадьба. Да, так и получилось. Давай, давай, давай какую-нибудь песню. Свадьба. Поздравляем, поздравляем. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Берегусь в салон. Это свадьба, свадьба. Да, хорошо, что ты берешь карауки, вечеринки. Поздравляем вас с праздником. Спойте со мной. Девушки, давайте споем. Девушки. Сейчас мы кого-нибудь. Так, Гарик, ты сейчас должен петь с прохожими песни. Ты первую половину, а они добивают вторую. Прямо из окна? Нет, почему? Пойдем сейчас выйдем. А вот пирожковый. А дайте из окна попробуем одну. Из окна неудобно. Потом крем припаркуемся. Давай, пойдем. Пойдем. Слай помочь. У нас играет. Вы должны продолжить песню, которую я пою. Подпеть мне. Дайте, пожалуйста. Проходят дни, полетают года, высыхают океаны. Это Олег в Майами. А это свадьба, 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 свадьба пела и клепала. Ну, блин, она же знает ее. Она знает ее. Это неприятно. Извини, у нас люди врут. Мне очень важно. Простите. В Берденбурге люди очень открыты. Они все готовы помочь. Блин, ноли с четыреха. Говорят, в Москве, в Москве. Там скинхеды, я поэтому не стал. Даже где-то. Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея, но сердце его теперь в твоих руках не потеряю. Спасибо, я выиграл. И не сломай, чтоб не нести. Вдоль ночных дорог шла босиком, вот девушка, женщина с лейсом, это, конечно, то, на чем Россия держится. Он не волкали течет, котомку на плечо. А, блин, не помню, я слышал, как-то не помню. Где нас нет, горит невиданный рассвет. Где нас нет, на фоне убитого семья. Да, да, молитву на закат. Нет, спасибо большое. А теперь давай, ты вместе со мной громко посмеешься. Давай, три, четыре. Да, нет, ничего. Скажи, честно, бесит его смех. Есть такое, что бессящий смех у него? Бессящий смех. А, да. Аккуратно. Это самое позорное, в чем я снимал. Скажи, скажи, честно, у него мерзкий смех. Приятный смех? Приятный смех. Нормальный. Все, заебись. Один-один. А тогда же смысл не поняла. Она смеется вместе со мной. Вместе смеемся. Я победил. Смотри, она смеется. Она забыла. Она уж находити нахуй. Прям видно, когда через улыбку нахуй пошли. Это же приходила сюда. О, смотрите, у нас с Лёхой Шамутила есть игра. Она называется «Рассмеши кассира». То есть за время, пока ты должен оплачивать заказ, она должна минимум улыбнуться. Я ни разу у нее не проигрывал. То есть у меня где-то 50 кассиров было, которые я покупал. И они все улыбались. Здрасте. Можно, пожалуйста, съесть из кухтей? Так, и два с мясом. Выпечник, да? Да. Что вы пейте? Что вы пейте? Печник, скажем. Печник. Все, прощайте. Так, два с мясом, что еще? Два с капустой. Я плохо слышу. Так, что еще ты будешь? Ты будешь какой костой? Капустой. Тогда ты будешь с мясом, да? И еще два беляша. И давайте четыре кофе. С гущёнкой, можно? Почти. Все, пока. Хорошего дня вам. Не грустите. И вам тоже. Спасибо. А мы скучать не забираемся. Еще вечером в Мутагоре. Или как у вас клуб? Есть какой? Вечером в Космонавке. А ты так довестилишь людей? Не грустите. У меня люди всегда улыбаются. Не грустите. Улыбните. Я ни разу не проиграл эту игру. Можете улыбнуться? Улыбнулась по пакетам. Она улыбнулась. Нет, она улыбнулась. Гарри, что мы сегодня узнали? Сегодня мы узнали много нового. Если у тебя громкий смех, это не значит, что нужно вешаться. Что у расизма есть минусы и плюсы. Что люди охотнее повторяют смех за тобой, чем песня. И то, что Россия будет свободна. Кто с мясом еще просил?